25 августа 2021 год. Центральный пляж города-курорт Анапа. Купание на острове пляжа официально запрещено из-за того, что были взяты пробы воды и было обнаружено, в результате анализа этих проб воды, то, что эти пробы не соответствуют нормам безопасности купания. То есть там всякие блеснотворные вещества, организмы зашкаливают из-за того, что из речки Анапки очень много было выброшено воды с точной застоявшейся, с кучей инфекций из-за того, что тут помимо речки Анапки вытекали всякие ручьи. Но, как видите, я так полагаю, что все-таки большинство людей просто не догадываются о том, что купание запрещено на остальном пляже. Ну или часть людей, достаточно большая часть, думает, что это какая-то формальность, не имеющая никакой связи с реальностью. Даже вот тут на спасательном посту красный флаг, запрещающий купание, он какой-то такой немного скомканный и ненаглядный. Понятное дело, люди купаются. Не слышно, не слышно, чтобы кто-то ходил в мегафон громко заявлял о том, что купание запрещено, по причинам того, что вода не соответствует нормам безопасности купания. Ну, ребята, знайте, что сегодня на остальном пляже однозначно купаться не стоит. То есть официально купание запрещено. Даже у нас воду из-под крана в Анапе врачи-инфекционисты рекомендуют перед употреблением кипятить. Вот, посмотрите на эти углубления в песке, будто здесь проходил какой-то поток воды. Здесь действительно поток воды проходил в течение нескольких дней подряд. Он, кстати, проходил со стороны общественного туалета. Видимо, там что-то протекало. Видите, здесь даже камешки положены, чтобы пересекать, не намочив ноги. Ну, сегодня этого потока уже нет. Ну, просто представьте, сколько вот со стороны одного вот этого туалета общественного, сколько стекло всякой непотребной воды с кучей болезнетворных организмов. Тут не то, что купаться. Тут, допустим, вот сюда прийти, где же песок, он, ну, высохнет, а болезнетворные организмы там, микроорганизмы, они все-таки в течение какого-то времени сохранятся. Даже загорать, я думаю, не стоит на некоторых участках центрального пляжа. Что касается размытых, разрушенных, сильными потоками ливней проходов на пляж, как видите, эти проходы уже почти восстановлены. Чуть-чуть мелкие детали остались, мелкие штрихи. Кабинки для переодевания уже находятся не на обрыве, а более-менее на песке. Тут чуть-чуть подровнять нужно. Ну, то есть постепенно инфраструктуру центрального пляжа восстанавливает. Но вот раз что-то не особо торопясь. Потому что, я думаю, тем людям, которые занимаются этим восстановлением, сколько они в этот раз, в этом году, в этот курортный сезон, летний уже, восстанавливали раз. Размытые проходы, не знаю, может быть, раза три, раза четыре. Думаю, немного уже поднадоело это делать, поэтому в этот раз они не торопятся. Вот выход со стороны центрального парка, центрального парка влечения инфраструкционов. Тоже, видите, восстановлен. Тоже штрихи нужно всякие добавить, чтобы доостанавливать. Ну, и вот такие виды у нас, ребята, сегодня на астральном пляже. Ставьте лайки. Подписывайтесь, кто не подписался. Кто при этом на канале, обязательно подпишитесь. Делайте репост в социальных сетях. И пишите ваше мнение по поводу того, что у нас происходит в Анапе в этом году. И как вы думаете, что будет дальше. И как в связи с этим изменятся ваши планы на отдых в Анапе. И в этом году, кто еще не приехал в Анапу, а может быть, уже не приедет в этом году, да? И на будущие годы. Интересно услышать ваше мнение. Так что пишите комментарии.